Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Даша, в этом видео я обозреваю журналы Бурда. Это моя такая любимая рубрика, одна из самых любимых. Я так понимаю и ваши тоже по вашим отзывам. Спасибо вам большое, что вы пишете приятные слова и неприятные тоже спасибо. К любой конструктивной критике я отношусь с пониманием, с благодарностью. Но хотелось бы опять вам напомнить, как я уже напоминала в каком-то из видео, что я не стилист, я не имиджмейкер. Я портной закройщик, у меня есть образование, у меня есть корочка, у меня есть стаж работы. И я очень много шью по готовым выкройкам, в том числе. И как мне кажется, этого достаточно, чтобы обозревать журнал, который изначально был создан для того, чтобы простые женщины, такие как мы с вами, такая как я, могли бы себе сшить что-то красивое, что-то уникальное. То есть это не журнал для стилистов или для дизайнеров, скорее журнал для таких вот девчонок, как я, которые любят себе что-то интересное, красивое сшить, любят ходить в свои одежде, любят заниматься рукоделием. Я считаю, что моего желания снимать такие обзоры и моего опыта работы с готовыми выкройками уже достаточно для того, чтобы делиться своим мнением по поводу выкройки, которые выходят в журнале. Конечно же, я понимаю, что личное мнение, оно всегда субъективно. И поэтому все, что я здесь говорю, это не истина в первой инстанции. Если вам нравится одно изделие, а мне не нравится, это не значит, что вы плохие или что я плохая. Это значит, что здесь мы расходимся во мнениях, и в этом нет ничего плохого. Мы все разные, и это абсолютно, абсолютно нормально. Я здесь буду вещать не с точки зрения специалиста по стилю или обозревателям моды. Наверное, есть такие другие каналы, которые обозревают выкройки с этой точки зрения. Я обозреваю с точки зрения вдохновения, пошива для себя и нюансов в пошиве. И я не хочу копировать, если честно, чей-то формат. Мне нравится делиться с вами своим вдохновением, своими эмоциями от этого журнала. И, как мне кажется, вам тоже большинству нравится. Если это так, то обязательно поддерживайте мою рубрику с обзором журнала. В прошлом месяце я сняла два обзора на Burda Style и на Burda Extra. Вы можете посмотреть последний обзор по ссылочке, которая появится наверху. Мы уже готовимся к Новому году. Это 12 журнал в этом году, декабрьский. Честно говоря, когда я снимаю такие обзоры, я все время думаю, боже, как быстро пролетел месяц. И еще один месяц пролетел. И вот этот месяц не исключение. Я опять в шоке, что время летит так быстро. И так быстро выходят полные анонсы новых изданий Burda. Я не успеваю покупать предыдущие, как я уже хочу купить следующий. И этот номер не стал исключением. Я не ожидала, что этот номер у меня вызовет такие яркие эмоции. Есть некоторые изделия в этом номере, которые очень сильно запали мне в душу. Мы, как всегда, пойдем от верха к низу. И затем платье. И первое изделие в верхах. Это фрак. Баска на рукавчиках. В жаккарде в таком серебристом. Модель с обложки. Возможно, подойдет для каких-то костюмированных вечеринок. Такое родо изделие, как мне кажется, сложно вписать в обычный гардероб девушки. А я всегда ратую за то, чтобы верхняя одежда, ну второй слой, по крайней мере, была более-менее базовая. И сочетающаяся тогда со многими вашими вещами. Вот это изделие, немножко непонятно, как будет сидеть на фигуре. Оно от груди, имеет такой овалообразный вырез. Получается, планочка уже расходится. И, как мне кажется, будет создавать не очень красивый силуэт. Такие вырезы обычно выделяют живот. Будет казаться, что у вас просто разошелся этот фрак, этот жакет в две разные стороны. Мне кажется, такая вещь очень сложно вписывается в гардероб. Икрой у нее какой-то несуразный получается, что вещь, ну такая, проходная, можно сказать. А вот следующее изделие напротив, очень даже гармонично впишется во многие гардеробы. В принципе, обычный крой двубортного классического пальто с английским отлаженным воротничком. Вот что делает это пальто классным. Это то, что оно сделано из искусственной овчины. Такое пальто можно шить без подкладки, не обрабатывать срезы. Мне кажется, что это достаточно сильно экономит время, а обновкой вы уже будете наслаждаться через пару дней пошива. И пальто выглядит стильно, уютно, мехом внутрь. Я думаю, что будет достаточно тепло до, может быть, градусов минус 5 даже. Его классно будет носить и с платьями, и с брюками, и с джинсами. Многоходовое такое изделие. На самом деле, вот это то, что можно красиво очень вписать в базу и здорово носить в ближайшее время. Жакет с поясом вызвал негодование на форуме. То есть, многие написали, что он похож на пижаму, и его можно носить только дома уютными вечерами. Кстати, что очень даже классно на террасе сидеть, попивать кофеечек или вино, укутавшись в такой вот классный красивый жакет. Но на самом деле мне очень сильно понравился этот жакет как второй слой одежды. И мне понравился он и в одном варианте ткани, и в другом. В первом варианте мне очень сильно понравилось, как украсили лацканы. Смотрится такой жакет очень уютно. На самом деле, пижамный стиль давно вошел в моду. Но для кого-то неприемлемо носить такие вещи вне дома, в принципе, я могу понять. Но мне лично нравится уютный такой стиль пижамный в условиях города. Мне кажется, с сумкой с шопером такие вещи смотрятся классно. Можно прогуляться до магазина, гулять с ребенком. Даже можно сходить на какую-то деловую встречу или прийти в гости. Изделие также шьется без подкладки. Такая неплохая альтернатива трикотажным кардиганам. Очень стильно смотрится. Мне нравится подобранный этот вот коричневый, с коричневыми оттенками ткань. И знаете, если номер новогодний, то я бы рассмотрела такое изделие также для домашнего праздника. Возможно, уже неуместны вот эти вот красивые платья с пайетками, с бахромой, с блестяшками в домашних условиях. Но вот такой вот элемент одежды с цветочками такими нашивными, мне кажется, будет смотреться актуально и в новогоднюю ночь, и просто в жизни. И я такие изделия очень сильно люблю. Мне кажется, на платье комбинаций тоже будет очень интересно смотреться этот жакет. В общем-то, вариации ношения масса. Жакет-рубашка – это прям тренд-трендович. Я могу сказать, что мне уже надоели вот эти вот в инстаграме жакеты-рубашки. Это тот самый случай, когда тренд начинает быть неактуальным от того, что все начинают его носить. Кстати, именно поэтому очень хорошо, что у нас у всех разные вкусы. Но вот этот жакет-рубашка выглядит супер стильно на фотографиях с этим выбором ткани. Мне очень сильно понравилась пройма у этого жакета. Мне нравится отстрочка. Эти небольшие карманы на груди с кокеткой выглядят супер стильно. Можно шить, например, из теплого хлопка а-ля фланель. Можно шить из даже какой-нибудь тонкой пальтовой ткани. Например, нам предложено шить из ладена, уже без воротника, но мне, если честно, уже не нравится вот в такой интерпретации. Но сам крой, именно вот жакет-рубашки, выглядит очень актуально, свежо и модно. Несмотря на то, что многие сейчас носят такие рубашки, они выглядят более оверсайз, такие О-образные. А вот эта рубашка такая более прямая, как-то играет по-новому и очень круто смотрится и с платьями, как мы видим, и с легкими даже тканями внутри. И очень классно будет смотреться и в повседневной жизни, и с обычными джинсами. И мы переходим плавно к блузкам. И тут сразу же хочу затронуть ваше внимание на восхитительнейшей блузке, которая дана в двух восхитительнейших вариантах. И первый, и второй вариант, ну просто настолько красивые, что я решила, что я буду праздновать Новый год в такой блузке. Мне она нужна. Я хочу себе шить непрозрачные варианты блузки, но мне очень сильно нравится прозрачная черная блузка с вот этими прекрасными вставками орнамента, с какими-то мушками необычными. Вот эта юбка очень красиво, тоже классно все сочетается между собой. И блузка выглядит супер нарядно. Если ее сочетать с такой юбкой, это прям будет праздник праздничный, а если сочетать, например, с джинсами, то уже можно будет более успокоить образ. Но все равно, как мне кажется, что блузка прям активная. А в бежевом варианте непрозрачном она выглядит не менее привлекательной, стильной. Мне очень сильно нравятся пышные рукава, это модная рукава, просто восхитительная. Мне нравится, что здесь рукав идет узкий, а здесь уже идет такой вот фонарь, рукава епископа. И эта стойка меня тоже покорила. Она такая крупная, но она не прилегает к шее. Мне не очень нравится, когда стойки крупные прилегают к шее. Здесь вот эффект у стойки обалденный. Если честно, мне хочется прям рассматривать эту блузку и рассматривать. Она безумно красивая. Дальше идет две похожие выкройки пуловера с рукавом реглан и воротником. Такая, знаете, трикотажная база для прилегающих вещей с рукавом реглан, которые можно, в принципе, примоделировать и в более свободный крой пуловера, и в платье прилегающем из трикотажа, из джерси. И удачная, в принципе, выкройка для таких вариаций, но изделия, которые даны прям в журнале, мне не импонируют. Мне не нравится, как подобрали вот эту ужасную синюю ткань, и мне непонятна фотография, где модель сидит. Вроде как показывает пуловер, а вроде как пуловер не видно. Зато классные сапоги. Я даже подумала сшить из этой выкройки топ из бифлекса и, возможно, использовать этот топ как купальный. Мне кажется, будет интересно, если стоечку также можно уменьшить или вообще абсолютно убрать. Ну, наверное, уменьшить, маленькую сделать стоечку, а в остальном все оставить. Мне кажется, будет симпатичный купальный топ. Далее пуловер из ладена. Очень симпатичная выкройка. Она достаточно простая, но какая-то тут прям манящая. Я не знаю, очень красивый фасон. Вот этот спущенный рубашечный рукав, а также вырез V-образный, воротничок. Мне нравится, что это изделие можно сшить из ладена. Можно его также накидывать сверху, например, на какой-то лонгслив. Будет такой более многослойный образ. Или увеличить длину рукава, сделать такой более теплый пуловер. Мне нравится, как подобран цвет. Мне нравится также сочетание с вот такими штанами интересными. И мне тоже как-то захотелось подобную вещь сшить, хотя обычно я такое вот не ношу. Но здесь вот прям как-то смотрится очень здорово. Как базовая вещь прекрасно. Есть у меня немножко ладена. Остался от пошива пальто легкого. Но я не знаю, хватит ли мне на этот пуловер. Потому что расход какой-то там прям колоссальный. Но, возможно, из-за ширины ткани. Посмотрим. Может быть, смогу уложить и сшить себе что-то подобное уютный пуловер. Кстати, будет здорово смотреться в домашней капсуле. Я очень сильно хочу себе обновить. Даже не обновить. Я хочу себе сшить домашнюю капсулу. Проработать хорошенечко. Потому что все-таки чаще всего я нахожусь дома. И хочется дома тоже ходить не в растянутых трениках, а в красивой домашней капсуле. Также я хочу немножко забежать вперед, к низам. Но мне кажется, идеально подходящие кюлоты из трикотажа подходят под вот этот пуловер. Ну, они, в принципе, тоже сделаны из ладена. И есть также из просто обычного трикотажа. Выкротка достаточно простая. Трикотажные кюлоты. Но, однако, в ладене они мне как-то очень сильно импонируют. И я вижу вот такой вот домашний костюмчик уютный. Дома проводить удобно в этом костюмчике вечера. Последняя блузка. И, в принципе, последнее изделие в верхах. Блузка летучая мышь со сборкой по переду. Мне нравится это изделие, как смотрится в блузке. Кстати, раньше я почему-то любила больше платье. А сейчас мне как-то импонируют больше брюки и блузки. Платье вообще такое не рассматривала в пошиве. А вот в качестве блузки, возможно, будет уже более интересной и актуальной. Если выбрать чуть менее яркий какой-то орнамент. В принципе, и здесь тоже неплохо. Но мне кажется, что можно более спокойный вариант орнамента выбрать. Переходим к низам. Здесь у нас опять обычная юбка с талевыми выточками, без пояса, из искусственной кожи. Просто обычная выкройка, опять такая переходная, которая периодически появляется в бурде. Здесь мне больше всего нравится вот эта жилеточка маленькая, тоже с орнаментом. Я такие вещи очень сильно люблю. Они украшают незамысловатые образы. То есть просто обычное черное платье. Можно надеть жилеточку и уже сразу интересно. А вещица на самом деле небольшая, которую можно положить с собой и в чемодан, и на полочку положить. И она всегда украсит обычное базовое платье или обычную базовую блузку. Жалко, опять, что у нас нет выкройки. Из этих лекал также сделали юбку с баской такой маленькой. Ну, тоже выглядит скромно. Не знаю, такой вариант. Ну, просто обычная юбка, которая не цепляет никак в взгляд. Юбка-карандаш с бантом. Отличный вариант, если вы планируете все-таки пойти на корпоратив и у вас там какой-то дресс-код. Интересное решение. Вот такой бант. Сейчас банты актуальны и модны. Мне больше нравится, как смотрится юбка в красно-зеленом жаккарде. Она прям такая классно, нарядно смотрится. Гусиная лапка уже смотрится более официально. И здесь есть очень симпатичные лосины, которые, в принципе, можно шить, как и брюки, которые вы будете пододевать под какие-то брюки в холодное время. И просто как отдельный элемент одежды с объемным верхом, объемной худи, объемной рубашки. Будет классно смотреться. Ну, опять, мода цикличная. Немножко, если вернуться назад, то мы помним, что такие лосины уже были популярны. Я еще не дошла до того момента, что мне они опять прям супер сильно нравятся. Но, как базовая такая модель облегающих брюк, лосин, в принципе, имеет место быть, имеет место в гардеробе. Есть в двух вариантах. Мне больше всего нравится в черно-белом. Также можно такие леггинсы использовать в качестве спортивной одежды. Отдельное внимание хотела бы зафиксировать на пуловере, который у модели в черно-белых леггинсах. Очень понравилась мне идея вот таких половинки рукава из органзы и заканчивающейся манжетой. Пуловер смотрится из-за этого очень интересным. Казалось бы, достаточно обычная выкройка. Вот эта деталь, ее можно взять на заметку. В принципе, такие пуловеры часто мелькают в бурде. Или можно что-то немножко домоделировать и сшить похожий пуловер. И ткань уйдет на него вообще немного. Вторая звездочка этого номера для меня это вот это платье. Вероятно, круто подобрана ткань. Мне очень нравится этот рисунок, такой яркий. Но я могу сказать, что не очень удобный будет фасон. Потому как спереди V-образный вырез и сзади V-образный вырез. Обычно такие платья, особенно с пышными рукавами, могут спадать с плечей. И это вообще не очень удобно. Нужно тогда делать фиксаторы, которые будут за бюстгальтер закрепляться. И платье не будет туда-сюда бултыхаться. Также, наклоняясь, вполне возможно, декольте будет открываться. И, конечно, это не очень хорошо. Но я хочу такое платье сшить на лето. Скорее всего из хлопка, может быть из-за льна. Пока еще точно не решила. Соответственно, буду этим заниматься уже весной. Я хочу в таком случае спинку скруглить. И тогда получится, что мы достигнем более плотного прилегания в области горловины на спинке. И в таком случае платье не будет сваливаться с плеч. Просто доделать вырез лодочка. Сделать застежку на молнии. И, мне кажется, очень удачное платье получится. В черном варианте нам намекают, что, скорее всего, вам нужно что-то пододеть. Чтобы платье, даже если завалится в какую-либо сторону, не оголило вас. Декольте очень красивый. Такой в форме сердечко. У меня еще нет таких платьев. Но я примеряла когда-то такое декольте. И мне очень сильно идут прям такие вырезы. Платье с тачным поясом для высоких выкройка. Идеальная база также для моделировки. Но, в принципе, мне уже очень сильно нравится она. Жалко, что я невысокая. И, возможно, нужна будет коррекция для таких стандартных девушек, как я. Ростом 164 см у меня. Но, в принципе, ничего страшного. Это все можно скорректировать на примерке, на макете также. Очень нравится мне лаконичность этого платья. И в черном варианте, и в цветном. Даже несмотря на то, что это сочетание не очень сильно любимое мной. Это белое с красным. Все равно очень сильно нравится это платье и в принте. В принтованном таком варианте. И в однотонном. Восхитительно смотрится. Достаточно сдержанное платье, которое можно будет надеть и на Новый год. И также можно будет такое платье надеть в любой другой день, на любой праздник. Добавить серьги яркие, например, или макияж. Делать какие-то акценты. И уже тогда получится более праздничный образ. А если ничего не добавлять, надеть сапоги длинные, то можно и на работу в таком ходить запросто. Возможно, я его тоже себе сошью. Но уже, наверное, тоже на весну. Платье с вырезом лодочкой. С такими интересными выточками. По-моему, это называется французские выточки. Выточки, переведенные в талию. Можно было бы продолжить их рельефными швами. Но вот так интересно сделаны выточки. В качестве длинного платья можно рассмотреть на какую-то карнавальную ночь или на Новый год в ресторане. У меня есть похожее платье. Я шила его из пайеток. Этот гештальт у меня закрыт в длинном платье. Его редко куда можно носить. Давайте посмотрим правде в глаза. Дом отмечать в этом платье Новый год я один раз отметила. И как-то это прям слишком масштабно. Я его чуть-чуть поносила и потом сняла. Потому что все-таки это неудобно. Возможно, для каких-то корпоративов, для карнавалов, для ресторана это платье будет замечательно смотреться. И красиво, нарядно и одновременно сдержанно. И последнее платье рубашечного кроя. Эксклюзивно представлено в Бурде. Тоже очень красивое. Оно мне тоже очень сильно понравилось. Вот эти сапоги массивные, уходящие под платье. Я бы, наверное, сделала его подлиннее. Я все люблю делать подлиннее. Если вы на меня подписаны, то вы знаете, что я очень сильно люблю длину миди. Мне конкретно нравится немножко икру при закрыть подолу. Мне кажется, это супер женственно. И здесь я бы тоже так сделала. Здесь можно сделать кружевные такие рукава. А можно, например, сделать прозрачные ткани. Можно их продолжить из той же ткани основной, что и платье. Это тот самый момент, когда платье рубашечного кроя сверху выглядит прилегающе. И это супер круто. Потому что супер редко начали встречаться такие выкройки. То есть обычно, если это рубашечный крой, то оно уже более свободное. Даже сверху и свободная юбка. И мне очень сильно нравится эта идея прилегания. Как у красивого платья-футляра. Здесь есть талевые выточки. Но в то же время оно рубашечное. То есть такая слегка смесь таких стилей, которая мне всегда импонировала. И добавляю вот эти вот сапоги, трубы лаковые. Прям вообще супер круто играет этот образ весь. Я бы, возможно, сюда добавила еще ремешок на линию отрезной юбки. И сделала бы его, возможно, из змеиной. Такую подзмеиную кожу. Но вообще надо шить. Такие платья в брендах стоят бешеных денег. А здесь нам предлагают выкройку. И шеи платья из рубрики «Хочу» и «Могу». Кстати, если вам интересна такая рубрика «Хочу-могу», вы мне напишите. Потому что я все собираюсь с мыслями, думаю, как все это провернуть, как и что шить. Вы мне, пожалуйста, пишите, интересно ли вам видео, где я шью. Итак, переходим к моделям «Плюс сайз». Сразу могу сказать, что мне опять не понравились эти модели в большинстве своем. Правда, самой жаль, что я мало говорю о моделях «Плюс сайз». Но порой мне нечего сказать. Потому что я в шоке с того, какие классные модели в стандартных размерах. Какие плохие модели, откровенно плохие, не цепляющие глаз модели в размере «Плюс сайз». Возьмем первую выкройку – это длинный жилет. Он прямой. Зачастую у девушек «Плюс» есть активные бедра. Либо активная грудь, либо активные бедра. Может быть, животик. И, как мне кажется, такая жилетка будет расходиться на бедрах, если вы застегнете полностью. Потому что она прям прямая. Мне также непонятно подобранный материал в этом жилете. Один кусок из курточной ткани, второй кусок вроде типа из ладена, из шерсти. Не знаю. Мне о ней даже нечего сказать в плане стиля. Будет ли она стильно смотреться, если она уже априори не очень удачная. Я бы попаялась такую выкройку шить. Туника простого кроя с V-образным вырезом с манжетами. Очень непонятный мне выбор ткани. Простоватая вещь. В принципе, ее также можно моделировать в различные изделия. Платье из нее можно сделать более интересное. Мне кажется, что если сделать планочку по переду, то она бы тоже смотрелась уже более интересно. Ну вот как-то поиграть с ней хочется. Какая вот недоработанная какая-то блузка. И опять же, мне нечего про нее тоже сказать. Я бы ее перемоделировала. Но я знаю, что немногие умеют моделировать. Я обязательно сниму видео, как я моделирую простую базовую выкройку. Единственное, что я хотела бы, возможно, вас попросить скинуть мне варианты изделий, которые бы вы хотели, чтобы я перемоделировала из базовой выкройки. Ну вот, например, вы киньте мне какое-нибудь платье или там блузку или еще что-то. И я покажу, как это можно смоделировать с обычной базы. Вот следующий пулловер с шарфом уже более интересный вариант. Какое-то разнообразие, да, такого еще не появлялось. Интересная деталь от этого шарфа. И мне нравится цвет песочный такой у пулловера. Модель так классно показывает это изделие. Несмотря на то, что на тех рисунках он смотрится таким слегка бубусячим, то на модели уже мы видим, она его очень красиво показывает. С белыми джинсами хорошо сочетается, как я думаю, что и с синими, и с черными будет классно сочетаться. Такая вот базовая выкройка под верхнюю одежду. Мне также понравилась юбка с эффектом запаха. В принципе, такую юбку можно даже на Новый год сшить себе из интересной ткани. То, что вроде как новогодний номер, а опять у плюсиков нет интересных новогодних моделей. Их опять обделили. Но вот если из всех моделей взять, в принципе, можно взять юбку. Дальше достаточно обычные кожаные брюки. Тоже такая базовая, стандартная выкройка. В принципе, единственное, что тут интересно, это то, что брюки сделаны из кожи. Но вот мне лично мода на кожаные брюки не зашла. Какую кожу я бы не использовала. У меня все время парниковый эффект находится под брюками, под юбками кожаными. Зато вот вязанный свитер в стиле оверсайз. Очень симпатичная вещь. Классный трендовый свитер, который скроет недостатки какие-то. Фряжа мне очень нравится, как подобрана. Я не умею вязать, но все время, когда в бурде выходят какие-то вязаные вещички, мне очень нравятся. И я прям преклоняюсь перед теми, кто умеет и классно вяжет. Я вот даже себе такое хотела. Я очень люблю такие вещички, которые можно со многими вещами сочетать. И классно использовать под верхний слой одежды. Под пуховик, под шубу или под пальто. Так, следующий раздел. Шьем для любимых. Здесь у нас есть несколько мужских выкроек и детских. Мне очень сильно понравился базовый пуловер для мужчины. Простой крой. Из него можно и лонгсливы сшить мужу, и более теплые какие-то вещи, пуловеры. Также можно и футболочку перемоделировать легко. Очень хорошо смотрится. Горловина классная. Прям радует такая выкройка. Выкройка мужского и детского анарака. В принципе, тоже такая простая выкройка. Предлагается сшить для своих мужчин в подарок на Новый год. Но мне не очень нравится. Выглядит на мужчине как-то сильно прилегающе. Я не очень люблю на мужчинах такие выкройки. И мне кажется, это не так актуально сейчас, как более прямые силуэты и оверсайз. Я бы не стала шить такое своему мужу. Но дело вкуса. И каждому подрикотажному комбинезону мужской есть и детские. Для девочки и для мальчика. Возможно, очень удобно для ношения дома. Опять же, создать такую капсулу для своих родных под Новый год. Сидеть в таких комбинезонах перед елочкой. Мне кажется, здорово. Я комбинезоны такие никогда еще не шила. Вряд ли я буду в ближайшее время это делать. Но, в принципе, почему бы нет. Симпатично смотрится. И можно также подарить своим любимым изделие, которое вы сделали своими руками. Ну что ж, на этом закончился новогодний номер Бурды. Мне кажется, он получился очень удачным, этот номер в целом. Да, конечно, есть какие-то спорные выкройки. Мне очень приятно, что вы досмотрели это видео до конца. Я, как всегда, буду ждать ваши комментарии. Что вам понравилось? Что вы будете шить из этого номера? В чем планируете встречать Новый год? Или дождетесь еще январской Бурды? Мне кажется, время прилетит незаметно. И через несколько недель уже буду снимать январскую Бурду. Сидеть и в шоке просто пребывать от того, что так быстро. Опять пролетел месяц. Я жду ваши лайки. Это невероятно мотивирует меня снимать больше видео. Подписывайтесь на мой канал. А также подписывайтесь на мой инстаграм. И мы увидимся с вами скоро в новых видео. Я всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok